Привет, друзья! Ну что же, королю среднего бюджета откровенно угрожает темная лошадка от Meizu. Что за смартфон? Это Meizu X8. Девайс, который был в тени все это время. А знаете почему? Да все дело в цене было и сыром ПО изначально. И разные слухи о Meizu ходили, да и бренд Xiaomi у всех на устах. Но это не значит, что в Xiaomi нет достойных конкурентов. Скажу больше, это прямая угроза Redmi. Сейчас сами все увидите, только факты и без лишних слов. Поехали! Все дело конечно же в цене. Представьте только на данный момент глобальная версия Meizu X8 4.64 гигабайта стоит дешевле Redmi 7 на те же 4.64. У Meizu процессор Snapdragon 710 против 660 у Redmi. А это как вы понимаете большая производительность на стороне Meizu. Это мы и проверим. А пока глянем на внешность и комплект. Коробки у обоих глобалок выполнены в разных стилях, что снаружи, что внутри. Плюс Meizu в том, что в комплекте у него адаптер быстрой зарядки. А Redmi Note хоть и поддерживает Quick Charge 4, но блок зарядки в комплекте идет обычный. Потому для наличия данной функции нужно докупать его отдельно, если сильно уж нужно. Зато с Redmi Note в комплекте идет силиконовый чехол. Хотя покупая Meizu, сразу в магазинах обычно добавляют силиконовые чехлы как подарок. Ссылки на наиболее доступные и интересные по цене варианты и где покупал лично я, добавлю в описание. Мне Meizu пришел с чехлом и пленкой в подарок. Так вот, первое отличие, что бросается в глаза, это габариты. У Meizu экран чуть поменьше, 6,2 дюйма, тогда как у Redmi 6,3. Ну и рамки. У Meizu они тоньше, особенно нижние. По бокам и сверху тоже немного тоньше. И честно говоря, если сравнивать лоб в лоб, спереди Meizu даже симпатичнее. Вырезы сверху в обоих разные по стилю. В Redmi капля в Meizu тонкая монобровь. Как-то странно звучит. Но есть важная лично для меня особенность. Заходим в настройки экрана в обоих смартах и видим, что у Meizu есть возможность скрыть этот выступ. А по бокам в этой черной полоске выводится полезная информация, что как по мне, лучшее решение при наличии выступа. Мне лично так нравится гораздо больше. В Redmi же нет возможности скрыть каплю таким же образом. Почему? Неизвестно. Видимо Xiaomi решили, что это украшение, тренд и не нужно его скрывать. Пользуйтесь так. Я это не приветствую, должен быть выбор. Сам смартфон от Meizu, как вы заметили, тоньше. Плюс есть скругление на задней спинке и за счет этого он реально удобнее сидит в руке, чем Xiaomi. Им легко управлять одной рукой. Чувствуется реальный кайф при использовании. Нижние торцы схожи, как видите. И выходы под зарядки у обоих современные и удобные USB Type-C. В обоих сохранился вход по 3.5 миниджек, он сверху. За это спасибо им. Но обратим внимание на то, что в Xiaomi есть инфракрасный порт для управления домашней техникой. В этом плане Meizu уступает. Локи под сим-карты разные. В Xiaomi есть выбор, одна симка и карта памяти или две сим. В Meizu нет модификации на 3.32. И по задумке инженеров 64 гигабайт, а это минимальная комплектация, карта памяти не нужна. Только две сим можно поставить. Есть у них также версия 6 128 гигабайт. У Xiaomi максимум 6 64. Но у нас золотая середина на сегодня 4 64 в обоих случаях. Сзади в Xiaomi стеклянное покрытие. В Meizu же пластик, который похож на стекло. Стекло, как вы понимаете, более устойчиво к царапинам. Например, Redmi 7, новый бюджетник Xiaomi, соберет их моментально. В Meizu же чуть более качественно. Но все равно чехол в помощь в обоих случаях, если не хотите рисковать. Рамка в Meizu сразу отдает холодком, когда берешь в руки металл, как и кнопки. В Redmi же кнопки и рамки пластик. Индикаторы событий одноцветные. У Redmi снизу, в Meizu сверху, в челке. Еще один немаловажный момент. Блок камер у Redmi порядочно так выступает. Да так, что комплектный чехол их не перекрывает. В Meizu с этим получше. Камера слегка возвышается над корпусом, и чехол убережет ее от трения по столу. Как видим, в обоих свои плюсы и минусы. Но точно можно сказать, сборка у них отличная. По эргономике и внешности габаритам Meizu лично мне нравится больше. Как вам? Напишите в комментариях. Вернемся же к дисплеям. Поверьте, в обоих не к чему придраться. Full HD. Отличные углы обзора. Отличная максимальная и минимальная яркость. Meizu имеет даже слегка более насыщенные цвета, если сильно присматриваться. В обоих случаях можно подстроить температуру. У обоих есть защита зрения. Баланс белого на стандартных настройках. У Meizu чуть холоднее. Но опять таки, все регулируемо. Мы имеем дело с отличными IPS матрицами. С олеофобным покрытием и 2.5D скруглениями. Ну как же без модных на сегодня скруглений сверху и снизу. Все в тренде. При просмотре видео и в играх, выступ в Xiaomi не обрезается. В Meizu же напротив. Лично меня немного отвлекает выступ во время просмотра видео. Да, это дело привычки, но все же. Прошивки. Тут конечно можно спорить до холивара. Но давайте по факту. В моем обзоре Meizu меня не устроил в первую очередь прошивкой. Они поспешили, чтобы как говорят, собрать сливки. И выкатили на рынок откровенно сырой продукт. Например, они завезли управление жестами. Это хорошо и очень удобно. Но на старте оно было недоработано. Я не мог свернуть игру. Нужно было выходить из нее, чтобы попасть на рабочий стол. Также были проблемы и с плеймаркетом. Многие приложения не устанавливались. Как выяснилось, нужно было вручную удалить данные плеймаркета. Только тогда можно было ставить все приложения. Ну и другие мелкие косяки. Xiaomi же уделяет больше внимания прошивкам. Постоянно что-то допиливают, обновляют чаще. У Meizu с этим есть проблемы. Но сейчас данные прошивки функциональны и удобны в обоих случаях. И кстати, в Xiaomi, может для кого-то это важно, есть FM-радио, чего нет в Meizu. Еще обращаю внимание на то, что в Xiaomi можно гибко настраивать звук в наушниках в прошивке. Настройки которого будут распространяться и на YouTube, и на другие приложения. В Meizu такое удовольствие доступно только в их фирменном плеере. Ну и сразу пару слов о звуке. Разговорные динамики у них отменные. В наушниках сразу и коротко. Xiaomi лучше. Дело в том, что звук в Meizu качественный, чистый. Но громкости в шумных местах может не хватать. В зависимости от наушников, конечно. Все дело в том, что для европейских стран есть нормы безопасного для слуха уровня звука. Вот в Meizu и в безопасной зоне. Xiaomi, если на наших регионах, тоже по уровню звучит абсолютно так же. Но стоит, например, поставить Индию, и звук становится значительно громче. Вот такая и есть лазейка в Xiaomi. Meizu же смена региона ничего не дает. Ну и плюс выбор пресетов в Xiaomi и эквалайзер, как я говорил ранее. Внешний динамик у Xiaomi тоже звучит побогаче немного. И громче, и звук более басовитый. Но назвать плохим динамик Meizu никак нельзя. Вполне нормальный звук. Просто у Xiaomi он еще лучше. Не в последнюю очередь за счет чуть более толстого корпуса, где как раз рождаются низкие частоты. А теперь к главной интриге в этих двух смартфонах. Процессоры. Redmi Note 7 Snapdragon 660 и 710 в Meizu. Это довольно-таки весомый аргумент в пользу последнего. Если берем игры, то на практике Meizu лучше. Графику можно выставить максимальную или близкую к максимальной. И играть при этом можно беспроблемно. Он практически не греется. Все потому, что 7 нанометров в деле. Против 14 в 660. А это значит, что и заряд батарей используется более энергоэффективно. И вот он, прогресс в среднем бюджете. Я пробовал открывать одинаковые приложения. И не скажу, что Meizu открывает их намного быстрее. Xiaomi иногда даже выигрывает. Вот что значит хорошая оптимизация. Тот же сканер отпечатка пальцев в Xiaomi тоже работает немного быстрее. Да и 660 снап на сегодня. Как ни крути, хороший проц. Но нужно понимать, что 710 имеет некий запас. И Meizu X8 можно сказать бюджетный игровой смартфон. Где найти дешевле смарт с таким процем? Вот-вот. Камеры. Тестировались в стоке на автомате, с включенным АИ на обоих. Что я могу сказать? При свете дня в плане детализации я не увидел практически никакой разницы. А вот по теням вижу, что Meizu делает фото светлее. А так обе камеры по-моему фотографируют на достойном уровне. В Xiaomi можно выставить 48 мегапикселей в ручном режиме. Но лично я не заметил разницу между 12 и 48 мегапикселями. Кроме того, что такие фото занимают больше места. Впрочем, сейчас вы все видите на ваших экранах. Если брать портретный режим, то на первом фото, как ни странно, Meizu справился лучше. Во-первых, и детализация выше, и нет переизбытка темных участков под глазами. Фото ближе к реальности. На втором фото Xiaomi справился уже получше. Но опять-таки, почему-то данная камера немного больше темнит, добавляя синяков под глаза. Потому на Meizu результат более смотрибельный. Если же брать ночное время суток, то на первом же фото видно, что Xiaomi хорошенько так выигрывает в плане деталей и шумов. На втором фото я включил на Xiaomi волшебный ночной режим. Результат налицо. В крупном компании, что сидит на лавочке через дорогу. Освещение очень плохое. Если на Xiaomi можно что-то рассмотреть, то на Meizu получаем кашу из пикселей. На третьем фото, где чуть больше света, уже не такая большая разница. Но все равно, Xiaomi немного впереди. По фронтальным камерам, однозначно, Xiaomi впереди. Сдалека вроде бы похожи, но если кроп, мы видим, насколько Meizu сделал пластилиновое фото. В целом, дневные фото и портреты мне у Meizu понравились больше. Фронталкой и при недостатке света, Xiaomi однозначно впереди. По видео тоже лучше Xiaomi. И благодаря стабилизации, да и сама картинка понравилась больше. Full HD 30 кадров. Meizu X8 снимает также в 4К. Redmi на стоковой прошивке снимает только Full HD, но и 60 кадров тоже поддерживает. Преимущество Xiaomi в том, что есть электронная стабилизация. В Meizu нет. И вот даже сейчас картинка более кропнута, нежели на Meizu. Так что при ходьбе лучше будет справляться Xiaomi в этом плане. Фокус. В обоих случаях все нормально. Ну и экспозиция. В Xiaomi она скачкообразная, в Meizu более плавная. Ну и звук вы тоже сейчас можете слышать. Но как мы все знаем, обновления что-то могут менять. Автономность. 4000 мА у Redmi и 3210 у Meizu. Скажу сразу однозначно, что на день использования хватает обоих аппаратов. Емкость Meizu плата за тонкий корпус. Но на его стороне энергоэффективность более свежего процессора. И немного меньше экран. Как бы там ни было, в общем емкость батареи в итоге все равно решает. На полной яркости, если смотреть видео полчаса, на Xiaomi уходит 7%. На Meizu 8. Разница в 1%. Meizu способен выдать при среднем использовании 6-6,5 часов экрана. Xiaomi 7-7,5. Meizu заряжается быстрее, благодаря быстрой зарядке и меньшей батареи. Примерно за 1 час и 40 минут с 0 до 100. Redmi за 2 часа 10 минут. Так что у обоих аппаратов с автономностью нет проблем. Но все же Redmi получше в этом плане. Что можно сказать в итоге? На стороне Redmi бренд и слава, скажем так. Но Meizu, благодаря снижению цены, составляет острую конкуренцию ему в данном случае. Если мне была бы нужна производительность с неким запасом, более компактное и удобное решение, я выбрал бы Meizu. Если важнее оболочка, обновление, бренд, камера, особенно фронтальная, большая автономность, то Redmi Note 7. О других достоинствах, если я что-то упустил, не забудьте поделиться в комментариях. Народу будет полезно почитать. Я думаю, люди, которые привыкли к Flyme, или раньше пользовались, или пользуют сейчас, однозначно уже сделали свой выбор. Так же, как и владельцы Xiaomi. Но то, что X8 отлично сбалансированный смартфон в плане цена-качество, так же, как в принципе и Xiaomi, никто спорить не будет. Просто, кто больше на слуху, у тех больше покупают. И для того, чтобы вернуть себе былую славу, компании Meizu нужно чаще выпускать такие сбалансированные смарты за доступный ценник, чем и берет Xiaomi. А с вами был Андрей, канал Smart Plus. Не забудьте подписаться и нажать колотол, чтобы быть в курсе о самых интересных гаджетах. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok